Волонтеры движения «Мы вместе» продолжают приходить на помощь пожилым и маломобильным гражданам. Сейчас в условиях стремительного распространения штамма «Омикрон» помощь в приобретении и доставке продуктов, питания и лекарств снова стала актуальна. Волонтерские штабы созданы во всех городах и районах Коми. О том, как эта работа налажена в Инте, расскажет Любовь Лапина. Накупить подвижитель здесь, каплицу, яблочко, колбаску. Волонтеры акции «Мы вместе» перед походом в магазин еще раз внимательно изучают все заявки. Важно ничего не забыть. Ведь пакеты с продуктами и товарами первой необходимости очень ждут пожилые и одинокие интинцы. Из-за пандемии многие из них не могут выйти из дома. Пару буханных хлеба, сахара, молоко, капуста. Список нужных продуктов без особых изысков. Всероссийская акция «Мы вместе» стартовала в 2020 году, еще в первую волну коронавируса. Тогда неравнодушные люди объединились для того, чтобы помогать тем, кто особо нуждается в поддержке. Пожилые, одинокие, инвалиды. Из-за пандемии они, по сути, стали узниками своих квартир. Выйти страшно, порой не под силу. Им на помощь и пришли добровольцы. Волонтерские штабы были открыты по всей России, в нашей республике, в каждом городе и районе. В Инте, к примеру, на базе муниципального центра внешкольной работы. Педагоги, их 11, и стали главными волонтерами. Им на помощь пришли еще 10 представителей активной молодежи. «Заявки разные бывают. Это как и принести продукты питания, вещи первой необходимости, медикаменты, получить рецепты в поликлинике. Есть и такие интинцы, которые были по своим причинам выехали за пределы нашего города, и самоизоляция их застала в другом городе, и они не могут, например, получить лекарства. Мы получаем рецепты, идем в аптеку и потом отправляем по почте. В Интеинском центре внешкольной работы отмечают, в 2020-го акция взаимопомощи «Мы вместе» в городе не прекращала работу. Даже когда волны коронавируса отступали, и казалось, что можно немного выдохнуть, волонтеры все равно продолжали помогать тем, кому эта поддержка так нужна. Оказываем помощь пожилым нашим интеинцам, которые вынуждены оказались на самоизоляции, медикам оказываем помощь, ну и тем, кто просто одинокий пенсионер, которому необходима помощь. Мы никогда не отказываем, помогаем. Заявки принимают как по бесплатному номеру федеральной линии, так и через обращение в местную мэрию и даже личным номерам. За это время многие волонтеры уже сдружились со своими подопечными, покупают для них не только продукты и лекарства, выносят мусор, если нужно гулять с домашними питомцами, стирают вещи. Люди пожилого возраста, одинокие люди, которые не могут позволить себе выйти, купить необходимые вещи, они могут позвонить заявочку, оставить по данным телефоном, и волонтеры придут на помощь. Волонтеры признаются, когда начинали, их было меньше, а заявок больше. Сейчас по-другому. Люди в период пандемии научились жить и помогать друг другу. На помощь приходят не только родственники, даже дальние, но и соседи. А потому заявок у волонтеров становится меньше. Но они все же есть. И эта работа не должна останавливаться. Любовь Лапина, Наталья Думих, Евгений Михалкович, телеканал Юрген, Инта.